На сегодняшнем посяжении Гомельского облаканкама подвели выники социально-экономичного развития региона в первом квартале года. И он оказался поспеховым. Практично все основные показчики перевыконаны. Со станом справ у экономицы ознайомились наши корреспонденты. Первый квартал для экономики любого региона, бадай самый складанный, а ледный, шасовый и самый показальный. Если темпы развития задовольняющие, то можно сподеваться на их заховании в дальнейшем. Алигата не выключая необходности распросовки додатковых мер по полепшении ситуации. Управданность размовы идти об скорочении колькости стратных предприемствов, больше активным працовоткований, незанятых у экономицы грамадян, росте номинальной зарплаты. Бадай самая проблемная, Галина, сельская господарка. Прошен тыржца гэта не только Гомельской области, а и Беларуси в целом. Пакашек региона крыху больше, як 99% до плану. Особная увага по величению объемов экспорта, будавничных, медицинских и туристичных послуг. Тут еще есть резервы, хоть и достигнение значное. Темп роста экспорта товаров составил 107,6%, при доведенном параметре 103%. Темп роста экспорта услуг составил 105,6%, при доведенном задании 101%. Определенное развитие получила предпринимательская деятельность. За три месяца создано 178 юридических лиц, новых юридических лиц. Что тыжится наполнение бюджету, тут так само есть подстава для оптимизма. Выники первого квартала, первоконание запланованных показчиков и плюс 35 миллионов рублей управлено независимым леташним периодом. И такая лишьба, больше 65% бюджетных расходов накирована в социальную сферу. В целом все неплохо. Я считаю, что область достойно смотрится на карте Республики Беларусь. Это в очередной раз подтверждает, что гомельчане в этих непростых условиях умеют работать. И кадры очень профессионально к этому относятся, органы власти занимаются и демонстрируют хорошие показатели в этих, еще раз повторюсь, непростых экономических условиях. Поэтому можно сказать только огромное спасибо людям, населению, как говорят о нас, полишукам нашим гомельским, за то, что они вносят достойный вклад в развитие экономики страны.